Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, мы продолжаем играть в ХС. Так, и я на четвертом ранге. Взял я его вчера, этот ранг, на стриме. То есть я стримил на Твиче, да, кто видел, тот видел, кто не видел, тот не видел. Очень тяжело он нам дался. Где-то часа, наверное, три мне пришлось играть, чтобы добраться до четвертого ранга. Мы скатывались и на шестой обратно, и потом на пятнались. И в итоге четвертый ранг, но без звезд. Я последний, когда его взял, один бой в итоге проиграл. Но, тем не менее, мы на четвертом ранге. Сейчас моя цель, хотя бы, давай грузить быстрее, моя цель хотя бы с него не слететь, вот, на нем бы закрепиться, было бы неплохо. Набрать пару звездочек, две, три, четыре, четыре будет вообще хорошо. Так, против нас воин. Против воина надо разгоняться сразу. Поэтому вкусный, ну вот, очень плохая рука нам пришла. Скорее всего, это слет с четвертого ранга. Не повезло нам, ну, потому что вот такие руки, когда приходят, ну, это минус моей колоды, то, что могут прийти вот такие вот существа. Конечно, воин, он не быстрый, то есть, он сейчас тоже будет пропускать ходы, потом начнет стакать броню. Ну, вот, нам пришло там озарение. Не, ну, в принципе, может, сейчас раскачаемся. Он сейчас стакнет броню, естественно. Вот, вары, они любят играть через стаки брони. Ну, сейчас попробую изрыгателя поставить, на следующий ход с энджим пойдет. То есть, посмотрим, если он не убьет, нам удастся у него снимать броню и не дать ему зарему валить ударом щита или чем-то подобным, то, в принципе, мы, может быть, тут еще и поборемся. Ну, вообще, против воина классно начинать чем-нибудь таким тонким, типа вкусного зомба, парочку, потом рампаться и уже, ну, короче, спамить, спамить такими сначала слабыми, а потом уже и сильными существами. Вот, потому что, кроме потасовки, у него, по сути, никакого контроля массового нету, но у него очень много контролей есть таких, ну, как сказать, одиночных. Ну, в общем, удар щитом, все такое. Вот приходит вкусный зомб, но он нам не к месту, мы ставим второго таунта. Вот. И на следующий ход, наверное, я поставлю изрыгателя слизи еще одного. То есть, а, ну вот он вот так апнул. Ну, это и хорошо, взял карту, ничего страшного. Плохо, что три урона у него стало, ну, переживем. Переживем, так. Сейчас он еще карту, наверное, возьмет. Да, надо было убить этого чувака, так он и две карты взял, и больше урона нанес. Я почему-то решил снять броню. Снять броню было неверным решением. То есть, вары, они могут реализовывать таких чуваков. Ну, ладно, вот он стагнул броню, единственное, он сейчас монетку и удар щитом. Ну, это будет хорошо, если он так сделает. Это, да, это отлично, ребята. То есть, уже там дерево войны, от удара щитом, можно сказать, будут обезопасены. Так, ладно, этого я не буду убивать. Давайте снимать броню и еще одного слизня поставим. Вот, то есть, удар щитом замечательно, то, что прошел вот именно так. Первый. Мы как бы его перерыли. Посмотрим, что сейчас сыграет вар. Ну, вот что-то он думает. Если он потратит казнь, то будет хорошо. Нет, он играет тоже слизнюка. Нам приходит буйный рост, я буду его юзать. Нам не пришел, к сожалению, черный рыцарь. Ну, что поделать. Ничего не поделаешь. Смысла нам бить эту штуку нет, потому что, в принципе, любым... Но если только на следующий ход там сыграть, то еще раз и добить. Ну, я думаю, вряд ли она доживет до следующего хода. Вот, ладно. Посмотрим, что сейчас. Ага, сейчас будет этот клинок... А, нет, укус смерти даже. Укус смерти это интересно. Ну, в принципе, пока ничего такого уж прям страшного я не наблюдаю. То есть, ну да, он немножко... Немножко втаскивает, но... Но от укус смерти чем плох? Тем, что у него же есть казнь, да? И мое дерево войны попадет под казнь. Ну, то есть, оно попадет... Я вот не знаю, но нам все равно надо играть дерево войны в надежде, что у него просто не будет этой казни, да? Ну, я не знаю, как-нибудь так сыграем. Пока. Давайте ему снимем броньку его, чтобы он там удар щитом не мог. И... Но вообще против дерева войны он сейчас применит казнь. Понимаете, в чем косяк... В чем косяк игры против воина? Косяк в том, что он... Казнь у него одну ману стоит. То есть, он за одну ману может законтрить толстое дерево большое. И... Потом, после этого, ну, как бы еще выстоять кучу существ. И получается переворачивать стол просто жестко против друида. Вот. Просто жестчайшим. Вот она казнь, собственно, пошла. Ну, я не сомневался, что так будет. И за хил он делает. И смотрите, это... И у него всего лишь одну ману он потратил на все это. И вот он ставит Сильвану. Ну, здрасте. Приплыли. И что нам делать? Келтузада нельзя. Ничего нельзя. Ну, можем Кенариуса выставить с двумя провокациями. Кенариуса, потом Келтузада сами можем поставить. Вот. То есть, вот это вот косяк игры против воина. Вот в этой... Вот в этих его самых дешевых ремувалах. То есть, самые дешевые ремувалы, они реально у воина. Потому что за одну ману удар щитом, ну, брони. Только, наверное, стакать. Вот. Ну, это еще ладно. Но казнь за одну ману, это вообще круто. Учитывая, что у него есть клинок, который всем одну единичку снимает. Ну, короче, все, что надо, у него имеется. Вот. Так что тут вопросов особо не возникает. Ого, потасовку решил. Такая шансов... А она срабатывает? А, ну, нормально. Деревца спер. Деревца спер. Ну, окей. Спер деревца. Ладно. Так, давайте, наверное, мы сыграем сейчас гнев. И я в надежде на то, что все-таки... Не, не будем. Не будем пока выставлять. Давайте вот такого провокатора поставим. Блин, ну я... Вот сейчас удар щитом. Вот если сейчас пройдет не казнь, а удар щитом, ну, то есть ему надо стакнуть еще три маны. Да, по сути, даже две маны. Сделать удар щитом и добить этим своим хранителем боли. Ну, либо его апнуть. Ну да, тут удар щитом может пройти. Блин, и останется у него еще одна казнь. Мне надо будет как-то... Что-то еще с ней придумать. А, ну он ставит Рагну. Ну, если сейчас Рагна стрельнет в героя, я надеюсь... Ну, естественно, эта паскуда стреляет в персонажа. Вот если бы она стрельнула в героя, мы бы просто выставляем Килтузада. Ну, все бы было бы, короче, четенько. Так получился полный шлак. Какого? Ну, блин, ну не везет мне, не везет. Ну, сразу сказал, это слет с четвертого ранга. Нам рука не пришла, нам ничего не пришло. Рагна стрельнула в перса. Вот, то есть тут... Тут очень фигово было. Ну, вот он делает броню, и сейчас будет удар щитом. А, нет, он удар щитом. Нет, он удар щитом не тратил. То есть сейчас будет удар щитом. Вот, смотрите. А, нет, он даже злой надсмотрщик делает. И казнь сейчас будет вторая, да? А, опытный охотник. Вот еще какой у него ремувал. Ну, мне опытный охотник, естественно, не пришел. Так что... Он, когда нужен, он мне всегда не приходит. Вот, и всякий шлак вот такой приходит. Ну, да, это уже однозначно слет с четвертого ранга. Тут я уже не знаю, что должно прийти. Ну, еще один размах. Ну, короче, очень много. Если тут... И у него пять карт, и как бы... Не вариант. Ладно, все. Тут все понятно. Я даже не хочу как-то особо это играть. Тут мы не будем тратить свое время. Тут все понятно. Я эту доску просто ничем не законтрю. Даже если придет размах. Вот. Тут как бы нам ловить уже нечего. Поэтому тратить время я не хочу. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Ну, стандартный контроль вар. Абсолютно стандартный. Ну, нам не повезло. Не пришел опытный охотник. Не пришел рамп в начале. Короче, еще вкусные зомбы не пришли. В общем, все, что нам нужно было, нам не пришло. Пришли два дерева войны и два слезнюка. И это нас похоронило. Рексар, ну, посмотрим. Так, ну, хотя бы хранитель чашки. Хотя бы хранитель чашки. Сейчас, если еще придет какой-нибудь... Ну, тень Наксрамоса очень плохо. На первый ход против ханта вопрос вечный ставить, не ставить. Ну, давайте попробуем поставить. Не будем ее просто прятать. Может, он по ней стукнет. То есть, она как живой щит будет. Я ее не буду разбафывать. Я просто ей... Ну, я ей буду драться. То есть, не будет она у меня стоять в маскировке и бафаться. Нет. Я буду ей драться. Этой тенью убивать вот таких вот говнорей. Ну, хотя нет. От этого говноря мы сейчас убьем вот так вот. Вот. Так. Он повесил. Ну, пока непонятно, что это за хант. Это тупорылый фейс-хант. Или это... Чуть-чуть поумнее хант. Вот даже то, что он сейчас выстрелил, это меня наводит на мысль, что это чуть-чуть поумнее. Опытный охотник в любом случае против... Ну, давайте проверим ловушку. Морозная. То есть, это чуть-чуть поумнее хант. Тогда давайте наращивать, наращивать давление на стол. Опытный охотник даже против такого ханта у них во... у львов 6 атаки. То есть, ну, там мало... Хаффер, будет ли он размениваться? Нет, он, естественно, не разменивается. Вот. Зачем ему размениваться? Действительно, зачем тебе, родимый, размениваться, когда я так могу убить? Ну, то есть, то, что он не разменялся, это нам было выгодно. Это замечательно. Пока стол мы давим. Стол мы давим, и мы открыли одну морозную ловушку, что тоже очень хорошо. Так, давайте пока дают, стукнем ему в морду дважды, опустим ему хелсы немножечко. Вот, чтобы у него было меньше, чем у нас. Посмотрим, что он сделает сейчас. А, с чего он сделает сейчас? Он может морозную... Не, ну, если он сыграет морозную, я тогда верну хранителя чашки. А, сайленсы, да. Сайленсы. Но дело все в том, он же не будет идти вне в лицо всеми. Он не будет идти. Да, он пошел в размин, вот видите. То есть, тут ничего страшного. Ну, просрал, профукал он один сайленс. Ничего страшного. Профукал собак. По сути, я бы не сказал, что доска прям от этого стала его. Нет, она его не стала. Блин, сыграть, не сыграть. Ладно, давайте сыграем. А, ну, инженера-новичка мы сейчас грохнем вот так вот. Хант, и у него 13 жизней, у нас стоит слезнюк, хоть и под сайленсом, но он тем менее есть. Учитывая, что Хант потратил собак, потратил сайленс, и после этого мы контролируем стол. Это вообще очень хорошо. Жонглер кинжалами опять же был в молоко сыгран. Ну, тут он метку охотника делает, сейчас что-то вызовет. Ну, кстати, тоже очень хорошо, что метка охотника, но вот не повезло ему с кинжалом. Делает он выстрел. Я сейчас, естественно, разменяю своего... своего... животика-бубона этого жонглера. И я, пожалуй, возьму, наверное, две... Вот тут вот... Ну, вот пока у нас вроде бы как перевес, поэтому можно взять две карты. Да, карты... Ну, в принципе, нормально зашло, нормально пойдет. Можно будет таунтом одним закрыться, потом другим. Так, ну, Хант, естественно, рашит в лицо, он не запаривается. Я что думаю, если у него там морозная ловушка, а у него, скорее всего, там морозная ловушка, то это нам будет даже хорошо вернуть дерево. Да, там морозная ловушка, отлично, возвращаем наше дерево. Давайте мы поставим таунта. Ну, давайте я зомба тоже поставлю, хотя морозных ловушек там быть не может. Но просто он, возможно, сейчас, чтобы убить зомба, кинет сюда сайленс и потом... Или даже кинет метку охотника и каким-нибудь оружием убьет зомба. Это будет нам очень выгодно, но он с целью себя прохилить. Вот. Ну, вот он делает собак, скорее всего, будет метка охотника, да. А, нет, команда взять, вот как он играет. Ну, тоже хорошо, это лучше, чем если бы команда взять... И смотрите, видите, он теперь меняет весь стол на зомба. А, как замечательно. И чистый стол, и все. И теперь у нас просто полная свобода действия. Что нам делать? То есть мы можем сделать все, что угодно. Я сыграю кинария. Я сыграю кинария. Я не боюсь большого количества существ. О, точнее, ну да, не боюсь большого количества существ на доске. Ну, то, что он сыграл доктора Бума, это его уже не спасет, чувак. Это тебя уже не спасет. Мы сейчас прохилимся на пятерочку. Пойдем в морду, пусть он сам прогрызается через мои заставы, да, вот эти. Он мне летал вряд ли сделает на следующий, ну, на этот ход, да. А мы ему вполне можем на следующий. Так что, да, вот видите, он пошел прогрызаться. Бомбы летят не очень хорошо. Бомбы летят вообще не хорошо. То есть ему, ну, все, это GG. Это GG Hunt. Доктор Бум тебя не спас. Да, он сдается. Вот. Косяк в том, что мы четвертый ранг еще себе не вернули. Нам теперь надо еще раз победить. То есть этот косяк, когда ты с ранга слетаешь, тебе надо две победы сделать, чтобы на него вернуться. Но с другой стороны у тебя звезда появляется. То есть у тебя есть в запасе еще одно поражение, чтобы потом с него не слететь. Да, все, ну, все ровненько, короче. Забирают просто звезду. Потом тебе сначала надо набрать звезду, а потом уже перейти на следующий ранг. Считайте, вот так вот полные звезды и четвертый ранг без звезд. Это одно и то же, по сути. Так, мехмак против нас очередной. Вот. Гнев, ментальный техник, ментального техника я уберу. Ну, вначале я буду стараться стол законтролить. Вот, а потом уже... Так что ментальный техник нам вначале не пригодится. Если мы... Я вообще с ментальными техниками забываю играть. Ну, забываю играть ментальным техникам. О, отлично. Он пропустил ход. Мы тогда можем рампануться спокойно. Спокойно рампуемся. Так, замечательно. И посмотрим, что он сейчас с монеткой выкатит. Если выкатит какое-нибудь существо за три маны... А, ну, он выкатывает убачного голема с монеткой. Так, я думаю, есть вполне себе резон выкатить друида когтя. Да, не совсем эффективно я дачу ману. Но... В целом неплохо. В целом неплохо. Вот. Опять же, не, ну, это обидно будет, если он сейчас таунту поставит. И мы черного рыцаря не сможем сыграть. А, ну, он играет гнома техника. Нормально. Он играет гнома техника. Так, а как мне его убить? А я его убью вот таким вот образом, этого гнома техника. Не побоюсь я затерпеть немножко дэмэджа в лицо. Три. Вот. И пойду ему четыре нанесу. Вот. И в целом стол наш. То есть у него может быть фаербол, но не спорю, может быть фаербол. Но фаербол, он как бы не так страшен для нас. То есть, ну, убьет он медведя, но у него же на доске никто кроме этого не появится. То есть... Ну, вот он ставит крошера. Ставит крошера. Давайте мы тогда выкатим сельванку. Мы выкатим сельванку. И пойдем вот так вот еще раз в морду стукнем. Ему сейчас либо делать фаербол в медведя, либо... Ну, да, он разменивается обоими существами на... Собственно говоря... На... На... На моего медведя. А, вот овца. Овца у него. Овца это редкость для мага. Овца это редкость. Тут я не спорю. Овца редко бывает. Так, он сейчас, кстати, маг... Поднимет себе... Поднимет себе брони. Келтузадик пришел. Вкусный зомб. Ну, вот, кстати, Келтузадик меня радует. Учитывая, что он одну овцу потратил. Надеюсь, сейчас не фаербол полетит. Нет, фаербол уже полетит. Он ставит раздражатора. Ну, все, попер, попер этот чувак. И сейчас пойдет нам жестко в лицо. Ну, не жестко, но в лицо. Так, чтобы мне сделать вопрос... Давайте, наверное, сыграем черного рыцаря. Сыграем вот так, чтобы контролировать стол. Выставим, пожалуй, еще и зомба. Хотя я мог щитоносца Сейнджина выставить, а не зомба. Но зомба тоже нормально. Он играет обилку в дерево, естественно. Маги, когда видят одну жизнь, они автоматически играют эту обилку. Она у них, не думая, сыгрывается. О, ледяная стрела. Отлично. Он потратил кучу карт, в принципе, да. И не то, чтобы опасная ситуация какая-то произошла. Так, мне Келтузада, в принципе, играть пока не надо. Мы можем тут спокойно, вон, убить... Ну, этого... Ну, он скидку дает. Ну, ладно, давайте его убьем. Теперь поставим вот так вот. Теперь давайте поставим еще тень Накс Рамоса. И апнем... Ну, снимем ему одну броню. Снимем ему одну броню. Нормально, в принципе. Посмотрим, как он будет контрить вот этот стол. Он идет тупо в атаку. Отлично. А, ну, конечно, плохо, что он обилкой. Ну, с другой стороны, хорошо он две маны потратил, что он обилкой добил. Ну, Газлоу вышел. Газлоу... Ну, мы сейчас этого Газлоу через Келтузада тогда будем контрить. Вот, играем мы Келтузада. Убиваем мы вот таким вот образом Газлоу. Ну, потому что Газлоу, он там... Что он там механизмом дает? Я не помню. Он каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание за одну ману... А, вот, случайного механизма. А у него там запасные части, еще всякая фигня может быть. Так что, лучше нам этого не делать. Давайте возьмем дополнительную карту, пока есть возможность сыграть перелив. О, это хранитель чашки. Он бы нам сейчас очень хорошо зашел, но не зашел. Так, отлично. Наксрамосовский чел. Ага, Архимак Антониас. Опрометчиво. А, нет, не опрометчиво. Но вот видите, у него была запасная часть. То есть, он сейчас убьет моего... Келтузада. И он еще взял фаербол. И опять же, у него еще одна единичка. То есть, он взял два фаербола, по сути. Ну, я не знаю, что он там сейчас кастанет. Провокацию или... Меняет местами. А, ну вообще замечательно. Вот мне бы сейчас опытного охотника в таком раскладе. Но приходит размах. Ладненько. Мы тогда сейчас, наверное, сделаем вот так. Теперь мы размах пока тратить не будем. Мы сделаем вот так. Так, меняет места моего атаку. И это я оставлю. Так, и у него два фаербола. Но я не боюсь, что он... Или он будет закидывать нам в морду. У него вообще всего 4 фаербола. То есть, захилится или... Ладно, давайте возьмем две карты. Нам это нужнее. Стол все-таки наш. И я думаю, в теории мы должны, должны успеть его перебить раньше. Ну, то есть, даже если он два фаербола закинет... Ну, вот он ледяную стрелу кидает так. Сейчас фаербол кинет в дерево, да. Ну, то есть, понимаете, эти все фаерболы... Они... У них есть один существенный недостаток. Их существенный недостаток заключается в том... Кстати, я сейчас могу вот этого выгодно разменять вот так вот. Два-три. Так вот, их существенный недостаток заключается в том, что... Вот я очень хочу, чтобы он в сейн-джи накинул фаербол. Обычно маги, когда получают там два-три фаербола в руку, они вау-вау-вау. Я могу фаерболами всех раскидывать. И они не скупятся в сейн-джи накинуть, то есть, там, даже в тейн-наксрамоса 3-3 кинуть фаербол. Ну, типа... Блин, вот бомбометатель, это, конечно, очень жутко сейчас было. Вот что-что, а вот этого я не ожидал. Да, бомбометатель, это было жутко. Было неприятно, скажем так. Нам пришли два размаха. Сложный выбор, на самом деле. У него там остался один фаербол. Давайте сделаем вот так. Теперь кастанем размах сюда. Ну, размах еще один я оставлю, в принципе. Там два урона, это ничего страшного. У него в руке остался один фаербол. И что-то еще. Но он, естественно, мою тень сейчас убьет обилкой. Вот, но... Может, он кинет фаербол мне в лицо. Возможно, он кинет фаербол. Даже сказал. Но он этого не делает, видите? Он этого не делает. Так, нам приходит отличная карта, которая нам позволит взять еще карту. Давайте сделаем это так. Ага, пришел нам Кеннер. Ладно, давайте пока сыграем вот так вот. У него там запасная часть и один фаербол. Посмотрим, что ему еще придет сейчас, что он будет играть. А мы с вами на следующий ход выставим Кеннера. Кеннер это очень хороший против таких фаерболов. Маг, походу, пропустит ход просто, да? Отлично. Маг пропустил ход. Мы играем Кеннера. Мы играем Кеннера. Вот, замечательно. И посмотрим, что будет делать сейчас маг. Бомбометатель. Ну ладно, окей. Это второй бомбометатель. Все, больше у него не будет. Мастер шестеренок это шлаг. А, возвращает существо в руку. А сколько он стоит, бомбометатель? Пять маны. Вот если бы ты мастера... А, нет, все равно бы, да? Да, все равно бы. Так, ладно, давайте, наверное, поставим вот такого вот таунта. Этого убьем, пока есть варик. Вот так вот. И я ментального техника тоже вывезу, как бы, как дополнительная цель магу, ой, этому, бомбометателю. То есть, как дополнительная цель бомбометателю. Вот в кого он? В дерево. В дерево это плохо, потому что четко под фаербол. Но ничего страшного. Затерпела наша девочка фаербол и все. Вот. И, в принципе, у него одна карта осталась. О, хранитель чашки. Хранителя чашки я, наверное, сыграю даже вот таким вот образом. Теперь убью вот так вот. Убью вот так вот. И пойду просто ему чистить рожу. Немка не ставлю, потому что я успею поставить. У нас и так карт мало. Так что ничего страшного. Отлично. Мы вернули себе четвертый ранг. Мы вернули себе четвертый ранг. Замечательно. Ну и я тогда думаю, на этом мы выпуск и закончим. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык. С вами был Шашлык. Спасибо.